здравствуйте дорогие друзья как и обещали сегодня у нас с вами интереснейший эфир жду когда татьяна присоединится сегодня мы с вами наконец-то наконец-то в первый раз за те два месяца что с мы с вами встречаемся мы сегодня отправимся в англию ну то есть мы с вами были уже в шотландии даже были пару раз а вот до англии как-то не доезжали а нам все время хотелось это сделать и тут у нас появился совершенно замечательный повод так где же татьяна сегодня большая активно присоединиться вот татьяна здравствуйте геннадий привет татьяна здравствуйте какие у тебя сегодня шикарные белые цветы но это первый раз в жизни когда ты говоришь что цветы лучше чем я нет цветы много я на самом деле видишь даже опоздала на эфир потому что я чуть-чуть много эмоций на самом деле у меня к тебе есть и вопрос о цветы во первых я уже одному адресату отправила благодарность за цветы и он отказался он сказал что нет такого флориста которому он доверил бы в талии и теперь я не знаю что делать я я никогда не опубликую это в соцсетях но это такое личное мое переживание потому что таких роз наверное флористы в эстонии потому что знаешь качество это не остинки это даже намного выше поэтому не знаю кого благодарить я думаю что это коллективный дар твоего любимого санкт-петербурга в связи со своим днем рождения браво как красиво откуда они адрес узнали я очень выборочно даю свой адрес ты знаешь поэтому петербург если только чайки 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 белые чайки чайки а чайки а чайки а какой надёк ага ты что-то знаешь 25 лет ничего 5 июня день мюзле я тебе тоже устрою я тебе тоже устрою праздник нет я ничего не знаю и это вообще не было похоже а вот сейчас я тебе задам вопрос я думаю что ты будешь очень искренен да скажи как обычно но кроме как с этим букетом это у тебя не очень получилось скажи пожалуйста я тебе это еще одно расследование да да я тебе хоть раз признавалась что я завидую я не рудковской ну я не знаю во флоренции где мы могли бы находиться с тобой в каире но где-то я во-первых не припомню ни одного случая что мы с тобой я ну обсуждали нет даже вспоминали обсуждали вспоминали хотя я кстати яну знаю прости настолько же лет сколько и тебя ну понятно и ты мой историю про ханимура сочи тоже помнишь food and beverage талантливый да но я я уверена я тебе этого никогда не говорила если об этом не знаешь ты но об этом не может знать кто-либо еще у меня один предмет зависти ну как зависти ну мне нравилась одна вещь из антуража яны рудковской да не собачка не гном гномоч не фигур ну нет нет не не садовые композиции не цветы даже не луи вы то тоже нет даже в этом я тебе не признавалась то я чуть-чуть завидовали но был один предмет английского происхождения вот это все я не знаю сейчас я в каком-то наверное спруте потому что как только мы объявили тему англия до пришел курьер я не знаю как интеллигентнее сейчас себя вести вот такой предмет абсолютно видно да я вижу дамскую сумочку из серебра это бисквитница какая тамская сумочка ты ее открываешь и накрываешь hot muffins не буду цензурно уже ничего не получится и там hot muffins традиционно англичане этот девайс его использовали представляли к огню для того чтобы этот девайс грелся и боже пожалуйста а тебе ее прислали вместе с маффинсами не маффинс я сама маффинс в таллине знаешь как английскую тему очень трудно исполнить хотя единственное что у меня здесь есть прекрасная книга питера квинела слава богу хороший сын английских родителей историков отправился я тебе ее обязательно передам потому что там просто ты будешь тоже на цитаты рвать и вот такая такой подарок ну это удивительный девайс это не инкогнито это я благодарный получатель но как это было известно я наверное тебе сказала я не знаю как это только могло быть в этом передаче в нашем шоу это могло проскользнуть это действительно мечта это не стерлинг потому что они могли быть из лучшего проводника тепла и холода исполнены так что вот такая у меня теперь есть обязывающая вещь в хозяйстве перчатки белые скажи пожалуйста а это прекрасная абсолютно вещь она вместо чего встала в твой шкаф зная его размеры я могу сказать что надо чтобы что-то поставить надо что-то вынуть ты еще и шкаф хочешь мне продать для меня этого достаточно мы уже с тобой столик с утра утвердили я прошу у нас не было ни одного мебельного эфира до сих пор слава богу давай не будем мебель трогать давай только по черепкам по мелким юнитам пойдем но ты объявил это я это я уже начистила это я уже все посадила маффинс или сконс или все что угодно открытого огня у меня нет это запрещено в нашем лофте нельзя можно только все за стеклом но есть куда отнести погреться это я уже придумала куда я выйду ты знаешь я скоро еду в Петасте на острова с различными любимые острова Пола Смита и там я возьму это с собой девайс и там я уже нагрею себе маффинс и прочее поэтому ты задал английская тема мне далась нелегко английская тема вообще никогда не дается легко но я знаю что ты в английской теме вообще-то говоря со времен практически рождения потому что я знаю что все английское всегда было всегда интересовало эстонцев конечно да во-первых во-вторых первый языкет на low-cost sex был отправлен из Лондона в Тайленд я сначала не поняла vice versa vice versa ты не могла обойти английскую тему в годы твоего служения к делу коньяка потому что коньяк особенно в деле шампанского а ирландский коньяк, шампанское все это не не появилось бы если бы не англичан по большому счету как и бардо, кларет, так и так далее определенно определенно нет это огромный трибет в стране ты знаешь в конце концов я бы так не шлифовала свой английский если бы не во-первых, если бы не Silver Sea Cruises и ты знаешь какие у меня там были оппоненты не все покупали Ferrari многие были с более красивой речью и более того я думаю что Botanical Gardens Лондон и Эдинбург это мои любимые и я шлифую и латынь и английское название каждого цветка поэтому это действительно мое ты знаешь, я люблю цветы поэтому я могла только могла только могла только сделать жест и я могла только сервировать себе Хьору Данику слава Богу есть три предмета это самое близкое по уровню по достоинству по 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 знаку по респекту что я могла найти у себя дома поэтому действительно спасибо тебе это тоже был сюрприз поэтому я не знаю насколько я могла сегодня соединить сюрпризов в английской теме но она удивительна и я сегодня пью Earl Grey скажу тебе сразу почему почему во-первых ты дразнил меня фарфором английским так и буду сейчас дразнить еще больше я знаю не только меня надеюсь теперь это уже это будет в эфире у меня есть для тебя Алла Верды когда мы с тобой вновь я никогда не забуду наше с тобой Рождество в Сандерсоне помнишь прекрасно это было года назад это было роскошно у Дюкасса помнишь Пинский прикрался за вторку и мы имели по бокалу в честь Рождества и мы с тобой очень красиво это был Лондон мы с тобой еще раз возвращались в 2006 году как ты помнишь или наоборот мы были в 2006 и потом мы вернулись с тобой на Рождество в Лондон и если мы еще раз с тобой окажемся в Лондоне который каждый из нас по-своему любит это для меня одна крепкий орешек Лондон но это было единственное job proposal который я бы действительно пожалела что я отклонила в свое время это было связано с Лондоном и при этом если мы окажемся в Лондоне в Сити да в Чинтра Фондейшн скромная надпись особняк Сити и у фонда такая коллекция фарфора чайных чайных тем фарфоре Виктория Альберт положили глаз но это собственность Чинтра Фондейшн и человек который увлеченно собирает все аксессуары который сопутствует теме чая он естественно индус он вернулся к своим корням и он начинал когда-то как дегустатор чаев и как раз он естественно жил он родился в Лондоне и он через англичан которые занимались поставками чая он попал на свою историческую родину и начал очень просто с дегустатора и он создал бренд который называется Ньюби и я сегодня действительно знаешь почему я выбрала Элгрей потому что из-за из-за Ньюби и знаешь почему Элгрей потому что Элгрей никогда не мешают с молоком а раз не мешают с молоком то у меня есть бокал от всех в Алмении у меня есть бокал выкрутилась выкрутилась то есть да если не молоко то шампанское можно сказать знаешь сколько разновидностей чаепития англичан это не обязательно сидеть около этажерки и в грустном сером пиджаке кстати о молоке я специально как-то поехал полетел на остров Джерси чтобы посмотреть две местные диковинки тамошние джерсийских коров джерсий джерсийскую породу коров джерсийский молодой картофель который называется royal potatoes самый дорогой картофель в Великобритании который продается по пять фунтов за фунт когда он появляется и в маленьких фунтиках на самом деле хотя на Джерси он стоит просто у дорог на табуретках как у нас бабушки выкладывают на дорогах выставляют цветы и яблоки осенью так же стоит у кого что есть Геннадий у кого что есть да и это совершенно потрясающе так вот джерсийские коровы потом как-то я попал в рядом с домом-музеем Поленова в Заугском районе в Тульской области меня мой товарищ Саша Гончаров познакомил с одной дамой которая значит стала производить сыр сыр английский она стала производить чеддер нааке нааке чеддер нааке это звучит как название города да вот чеддер нааке она стала производить а это очень интересная история они приехали с мужем просто посмотреть место под строительство загородного дома они не хотели дачу у них она была они хотели такой дом где можно проводить лето у них еще не было к тому времени детей они думали ну один-два ребенка и вот можно на лето посылать туда с няней детей а самим приезжать на выходные и такой хороший у них план они приезжают им очень нравится заугский район красиво ака тут рядом дворяниново тут рядом поленово тут то сё и они значит покупают участок земли прямо на границе с заповедником и начинают думать о доме приглашают находят каких-то местных нет не местных приезжие из Сибири бригада которая начинает там строить дом и планы их сразу меняются потому что бригада оказалась сильно воцерковленной и воцерковляет их они жили что называется без бога и значит рассказывают им как надо жить и они понимают что они хотят в этом месте жить они вместо небольшого дома они ставят настоящую стенку большую на самом деле 500 квадратных метров и в процессе пока они строят этот деревянный прекрасный дом у них появляется пятеро детей они в общем переезжают туда и очень обеспеченные люди и они начинают там жить дети счастливы там все замечательно а она чтобы ей чем-то было заняться она заводит себе джерсийских коров каждый из которых ну примерно как мерседес стоит и начинает производить из молока этих коров а это маленькие тощие костлявые коровенки крохотного размера но с самым на свете жирным молоком а вот тот самый так сказать те самые знаменитые топленые диванширские сливки конечно же из молока джерсийских коров потому что из них их не надо взбивать их они они уже сами по себе кладут ты там чуть-чуть поводил в них венчиком и они уже взбиты я еще мать не научилась венчиком водить а то у меня уже диванширские сливки учишь водить и прекрасная совершенно семья прекрасная дама которая это показать вам моих коров я говорю конечно и она знаешь мы так выходим зима она вот для меня это образ новых таких кулаков в хорошем смысле она набрасывает на плечи соболиную шубу и ведет меня в хлев показывать коров и я прямо ты знаешь это вот для меня было вот оно наше будущее потому что но прекрасно в хороших руках оказалось да да и ты знаешь и прекрасный сыр она делает но из этого молока в общем грех не сделать сыр потому что ну потому что грех не сделать но она там покупает так маску она закладывает грех не грех везет тому кто везет как ты знаешь поэтому это очень интересно вернемся от джерсийских коров на на так сказать на остров для хайти ее сыр бы очень подошел для хайти именно в то время когда мы с тобой сейчас пьем чай это хайти это ты знаешь на самом деле вот это 5 о'клок я не люблю это слово 5 о'клок но оно очень прижилось в Англии потому как это что было это был 1852 год когда был издан декрет о том что уменьшается количество потребления порта и виски и пива и в 5 часов все служащие должны сделать паузу принудительную на потребление чая шоколада горячего шоколада шоколада лимонада и прочих вещей и на самом деле этот декрет достаточно прожился это был что 1852 год и уже лет через пять прекрасная графиня Деванширская а прости бетфордская она ей очень понравилась эта идея перекуса она наверное об этом где-то слышала она решила что между обедом и ужином она проголодалась естественно она принимала ну и сосед прекрасный сэндвич был у нее в гостях сэндвич как Эл Грей Эл Грей кстати был премьер-министром Англии который имел свой интерес в производстве производстве чая в Англии помнишь те роскошные истории естественно все названо его именем он был ты премьер-министр Великобритании это была удивительная конечно история да и мадам решила утолить голод и она решила тоже сама себе собирать чай она сказала чтобы она еще что-то перекусила естественно сосед сэндвич он сказал что он был к этому времени в Греции не так давно и там он нашел такой вообще пористый белый хлеб и туда нужно было прокладывать что-то типа что-то типа кремового соуса огурчик и чесночок получился роскошный сэндвич который бутерброд когда она сказала я теперь это сэндвич буду всегда вообще твоим именем все стало названо а в Греции ему естественно давали цацики цацики и огурчик это ничего не стоит как я жить в Греции помнишь со стажем знала прекрасно что уже дешевле и белый хлеб это всегда было поэтому это под пресс это и был и так получился этот прекрасный который мы никогда но ни под каким приговором я не смогу в Таллинн сделать английский чай и я никогда на это не соглашусь и в этом нет никакого смысла правильно потому что мы можем делать мы можем пить английский не зарекайся но знаешь стендик три этажа это недостаточно для того чтобы считать что у меня английское чаепитие правильно мне нужно для этого кое-что еще то что есть у тебя английский фарфор наверное английский фарфор на самом деле я очень хочу чтобы все кто пьет чай писали нам свои сорта чая которые вы пьете ты знаешь я сегодня я первый тебе напишу я пью сегодня два сорта чая потому что я решил ну так как мы с тобой договорились ну ты нормальный так и нужно два нужно иметь во-первых выбор во-вторых одного недостаточно ну ко всему прочему у меня две английские чайные пары мои собственные как две а уже две я помню одну ну подожди ну хорошо я не все сразу тебе рассказывал в общем я не знаю я такое впечатление история как ты знаешь история моих взаимоотношений с английским фарфором началась недавно ну не вини меня в этом а? не вини меня в этом я не виню тебя я наоборот благодарю самоизоляцию которая и нашу с тобой идею работать в инстаграме и давать наши эфиры а в инстаграме тифа ту я стал изучать инстаграм и нашел в нем множество всего интересного а значит ты знаешь что я коллекционирую ну так сказать тоже не так давно но коллекционирую японский фарфор я начал с префектуры Исикава с канадзавы и тамошний родившийся в Каге фарфор Кутани Яки а потом в этом году я съездил то я наконец-то съездил в Ариту и увидел то что называется место рождения японского фарфора который не так давно как ты знаешь родился и дальше дальше я стал раскручивать этот узелочек который привел меня в Англию естественно да потому что как мы помним из фарфор из Ариты транспортировался в порт Имари на острове Кюсю откуда грузился на корабли поступал в порт Нагасаки и оттуда уже перегружался на корабли голландцев голландцы были единственные которые были дозволены в период изоляции Японии торговать с Японией и вообще единственный порт через который все это происходило был Нагасаки тоже на острове Кюсю и уже оттуда фарфор поступал в Европу и стал известен под именем Имари а тут еще помогло то что в это время в Китае менялись династии от Минь к Цинь переходили и было смутное время в течение 50 где-то лет и Китай прервал свой практически фарфоровый бизнес с Европой появляется имари в Европе и оказывает сильнейшее воздействие мы знаем что под воздействием самого классического имари бело-голубого который самый ну простой но ведь название China так и перешло в China и потом уже кстати темология China я всегда в этом тоже тушевалась пока я не провела время и действительно не сделала много таких своих исследований China это сейчас эквивалент названия фарфора в Америке исторически англичане называли его и послан и China и порчелана это кстати Марко Поло окрестил это белая гладкая поверхность фарфора который он увидел кстати Марко Поло во время своего посещения Китая ему чая не досталось а фарфоровые вот эти объекты он привез с собой он сказал что это абсолютно такая плоскость гладкая как кожа молодого поросенка порчелана порчелини да говорят что отсюда но в то же время есть если есть этимология вещь знаешь какая субъективная и тем не менее да послан это ну это квинтэссенция роскоши естественно в нее играли ее подделывали ее на нее создавалась мода да и это были коллективлс всегда и это роскошная принцесса голландская которая Чаульсу подарила две хорошие привычки на свадьбу город Бомбей и привычку пить чай прекрасный Бертон помнишь муж один из мужей Элизабет Тейлор он два раза на ней был женат он сказал как англичанин он имел такой тонкий хорошее чувство юмора он сказал я ее научил пить пиво она до этого пиво не пила она научила меня покупать бриллианты поэтому поэтому обмен обмен ценностями обмен увлечениями был и когда то сколько лет понадобилось чтобы англичане превзошли голландцев в волюме чая в волюме чая в волюме чая голландцы были торговцами голландцы были торговцами они никогда особенно сами не пили и если из Китая привозили португальцы ты совершенно правильно говоришь то из Японии стали привозить голландцы но сам по себе чай как мы знаем ну так сказать тут уже португальцы проделали дорогу и конкурентов до возникновения английских колониальных всех этих владений португальцам конкурентов не было а вот голландская торговля фарфором оттуда из Нидерландов это попадает в Дрезден вернее в Мейсон и так далее и оттуда начинается слава так сказать которая копирует во-первых ведь сам по себе фарфор сам по себе фарфор в Европе возник не так не так не так чтобы рано да потому что например в Англии до восьмидесятых годов до семидесятых годов восемнадцатого века не было твердого фарфора потому что не было местных не были найдены местные коалиновые месторождения и делали такой мягкий так называемый мягкий фарфор из мыльного камня мыльный камень это фактически прессованный таль и он он не давал такой белизны как мел да или делали костяной фарфор заменяя коалин вот так сказать с женами этими порошком порошком из костей но тем не менее вот я к чему веду то что я решил что в моей коллекции японского фарфора дозволены вот эти вот европейские бранчи этого самого стиля имари потому что это рождено японским фарфором и тут я листая интернет я вижу изображение вот этой чашки вот этого блюдца посмотри как я прильнула так я вижу изображение этого блюдца но покажи задник задник немножечко мне не подсмотреть поэтому нет тут ничего нету никакого клейма вообще с клеймами это отдельная история там они то были то не были и у одной это что ты увидел на ресурсе это блюдца я увидел в интернете я увидел в инстаграме это блюдца я понял что я хочу это блюдца вернее это чайная пара с ручкой да с ручкой с ручкой с ручкой очень удобная очень английская ручка что меня поразило на этом ресурсе было достаточно все подробно описано вполне профессионально описано было написано про мануфактуру Нью Холл я тут же залез в значит я залез в интернет узнал что именно мануфактура Нью Холл это естественно по имени города Нью Холл именно там стал производиться первый твердый фарфор потому что в Плимате были найдены месторождения Коалина рядом и все это стало как-то связалось вместе в в Корнуэле Дивоне открыли в том самом Дивоне откуда да Диваншир открыли Коалина и рядом ну короче говоря вот в этом самом Нью Холле какие апелляции на другое накладывается какие-то одно на другое накладывается да юго-запад Англии значит мне стало интересно это и понятно что весь вот этот вот конец ну фактически фактически вообще самый древний фарфор Англии датируется 1743 годом ну это вчера можно сказать да 300 меньше 300 лет назад 280 лет назад а соответственно вот с 43-го года это было прямо в Лондоне в Челси с 43-го по 81-й год не так много да там 40 лет за это время прошла большая что называется от мягкого фарфора к твердому фарфору короче говоря я вижу эту тарелку я вижу эту чашку я связываюсь ну потому что в Инстаграме это часто просто делается я вхожу в аккаунт вижу там вторую чашку которая мне тоже нравится но это ты мне никогда не показывал ну не показывал ну что ж теперь ну да действительно вернее на самом деле это даже не пары это тройки то есть в каждой из этих блюд и чайных чашек есть еще маленькая меньшего размера кофейная чашка оказывается в то время в Англии делали вот так вот тройками то есть а фарфор дорогой поэтому у тебя есть тройка ну и вообще в этом всегда традиционно переходим к чаю переходили как к роскоши уже проснувшись это была уже поза чай был всегда элемент позы светской жизни как ты знаешь мы говорили с тобой о Франции тем более это было в Англии тем более Чарльз вел моду и ему все подражали поэтому естественно это было баснословно дорого сколько стоила унция чая она стоила очень дорого поэтому естественно это был уже второй и отсюда пошла вот эта градация разных там те таймов которые которые до сих пор играют и разобраться чай пили первый раз в одиннадцать часов до сих пор есть такая традиция да потом идет и это обычно и трудно в это поверить что все так просто уже когда кофе подготовила уже день задался да ты идешь и балуешь себя чаем и кстати когда ну очень часто исторически когда в Англии кто-то кого-то нанимал на работу помимо жалования всегда выяснялось сколько будет пауз чайных потому что чай это было комодити да чай это было тоже выданный чай это было тоже но это был лот определенный это было added value к зарплате поэтому потом естественно распространилась это прекрасно с 3 до 6 5 o'clock как ее не называй и потом мы есть и сейчас это существует прекрасно есть cream tea есть high tea есть royal tea у меня кстати royal tea когда еще и шампанское теплые легкие закуски или high tea это как раз когда рабочие все началось с рабочих с принудительной вот этой меры после чего они возвращались домой со своими пайками чая и за высоким столом уже ни на каких пуфах мухах ни в какой мягкой зоне у камина как моя подруга с графом сэндвичем с соседом сэндвичем перекусывала люди приходя со службы перекусывали за своим обычным столом мы всегда что-то себе сервировали или мясной пирожок или там рыбку запеченную знаешь английская кухня все запечено в печи все с овощами рыбка рыбка ли это или курица это только хозяйка вам скажет на вкус не всегда удается понять поэтому действительно эта традиция это так и называется supper это может быть прекрасный чай с закуской супы оставляли дворецкие когда уходили в церковь на службу в воскресенье вечером чтобы хозяева не утруждали себя им накрывался чай лучший фарфор доставался чай и все закуски теплые ставились на стол все они знали что они handle it и они уходили на службу поэтому ничего с тех пор не изменилось поэтому варьировать какое время пить чай и какой чай все очень cream tea не cream tea споры что в начале наливается в чашку молоко или чай спорить бессмысленно это как левый и правый берег в Париже так же как много вещей непреодолимых Москва и Петербург и прочие вещи но тем не менее если ты нальешь сначала молоко в него чай или чай сначала сначала наоборот это будет все равно по вкусу два разных напитка я знаю только одно правило какое никогда не используя одновременно молоко и лимон молоко и лимон и никогда spicy tea не забивай молоко для этого и есть прекрасный дневной чай вечерний послушай я все таки хочу вернуться да и значит мне кажется главное в сервисе парфор нью холл я написал это так сказать я вчера уже начал рассказывать про это место на большой никитской оно находится и называется antikland.ru я написал и и мне немедленно прислали они не берут деньги до того как ты не эволюируешь сами по себе предметы ко мне немедленно приехал джентльмен с коробкой и я сказал меня удивило что к коробке был приложен с комплиментами они я мог не покупать мог покупать упаковка масок дефицитных и санитайзер значит прислали мне эти самые тарелки я конечно же их сразу хапнул у нас нет ничего похожего сразу сразу перевел деньги и мне еще поразило то что это достаточно ну вот так исторически научно описано все это было то есть люди действительно занимаются этим так вот атрибуция была распечатана мне ее прислали не распечатана поняла прислали и это хоть и без клейма но это определенно Петербург отстал навсегда там уж точно ничего а тем более в Париже по форме есть такой Майкл или Мишель Берто который на самом деле создал самый полный справочный компендиум английских чашек в которой описаны в общем все стили все мануфактуры все соответственно клейма разные все так вот по его соответственно книжке это было определено как Нью Холл и время соответственно это начало 19 века то есть это пушкинские времена понимаешь и я когда взял в руки я уже влюбился конечно в это все потому что смотри как она подходит к моему банту да это тончайший абсолютно просвет виден ну и вторая чашка это спут который я тоже влюбился это уже копленд это другая часть Англии но и это уже 70-е восьмидесятые года тут даже тут клейма есть вот оно так вот выглядит и именно по клейму определяется время это тоже ямари тоже ямари но тогда уже ямари почти не делали потому что ну как бы в конце 19 века открывается Япония в семидесятых годах приезжают настоящие японские мастера и уже настоящий японский фарфор вопрос зачем его подделать хотя интересно что не китайцы придумали подделки англичане тут были очень хороши когда они начинают вот эти вот все знаешь они вот агрессивны когда появляются все вот эти так сказать традиции английского чаепития когда они внедряют появляется необходимость в фарфоре начинается а к тому времени рынок фактически элитного фарфора он отдан немцам мэйсен дрезденские мануфактуры как и тогда потому что торговли им удалось узнать это это же была целая миссия это был заказ государства ну неважно это вообще другая история но англичане начинают мастерски подделывать дрезден это мэйсон называли по имени дрезден потому что из дрездена но мэйсон или майсон это тоже не так важно да это ну да и начинают многие мануфактуры подделывать мэйсон дрезден кто угодно ровно так же оптимизировать да и делают и так сказать и Китай подделывают и Японию подделывают то есть вот это конечно ну ты не представляешься это легчайшее ну вот то что я тебе показываю она просвечивает она просвечивает конечно и тут понятно что тут под глазурь нанесен кобальт и потом надглазурная роспись тончайшая и под и над и под и над ну как собственно арида так и делается да цвет всегда я переспрашиваю я не верю своим глазам надглазурь наносится просто несколько обжигов делается и и я понимаю что английский фарфор ну то есть он есть очень разный да он есть очень разный он есть такой ну скажем так наверное очень женский а вот это мне кажется он такой довольно мужской абсолютно я хотела тебе сказать потому что помнишь мы склоняли французов и говорили что они за стол не сядут с дискретным сервизом пусть это будет оттенок пусть это будет белый фарфор которым они так гордятся и обязательно будет стоять живая роза ну в английских замках не у всех если это conservatory который целый год знаешь сколько стоит поддержать чтобы розы под светом под особым освещением тебе цвели весь год это не такое простое упражнение поэтому такие прекрасные растения как акация как carnation по-английски это гвоздика гвоздика гиацин сирень лилии ландыши нарциссы мак поппи панси анютины глазки ранукулусы розы естественно ну что остинка это обычное русское слово сейчас остинка да тюльпаны это все абсолютно кто это лучше всего написал Набоков он всегда использовал только английский фарфор я не готова не могу сказать какие марки он использовал но это был его культ ну он вообще был англоманом у него семья была английский был первым его язык да русский английский французский как мы знаем по-английски он говорил практически ну поэтому я всегда да и он же был да он любил бабочек он любил действительно флору фауну он это ценил но фарфор на его столе он всегда писал стоя и у него всегда был английский фарфор и это конечно меня я всегда это внимательно рассматривала и очень кстати многие эмигранты они всегда коллекционировали всегда в коллекции конечно Англии как много подражали ты помнишь в конце концов чудесный гарднер это же англичанин да да начнем с того да и по приказу его купили для того чтобы подражать великой Англии поэтому подражать очень легко когда эти можно вещи найти в Москве верно и что мне еще очень нравится я об этом наверное уже говорила о том что сегодня в Англии когда приглашают гости днем ну девушки дамы приезжай ко мне на чайник привези свой чайник привези свою чашку люди которые уэлли ставляешь у которых там ферма 14 лошадок они говорят там мы вот так с девушками собираемся дамы там все мои подруги приезжают каждые свои чашки а чашки рассказывают да потому что нет смысла пить чайник если ты его не оформляешь надлежащим образом у меня провал у меня таких такого ресурса здесь в стране нет и ресурс который я заказала он уже идет вторую неделю поэтому я тебе чуть-чуть завидую ну ты понимаешь что я с тех пор стал просто примерно примерно просыпаться с разными ресурсами посвященными английскому фарфору и японскому и так сказать потому что тут же еще и обещаю тебе обязательно люди охотятся за этими вещами давай я сейчас просто покажу потому что я заочно с этими прекрасными людьми познакомился мы не виделись но во-первых спрашивают во-первых ты не можешь сказать самоизоляцию что ты кого-то видел во-первых чай я тоже пью ньюби тут никакой завтра у нас вообще эфир посвящен ньюби и я сегодня первый мой чай я пью я написал пост о нем потому что на самом деле English breakfast как это ни странно был изобретен не в Англии а в Соединенных Штатах в Нью-Йорке и это был маркетинговая уловка потому что несколько сортов китайского чая смешали с тем чтобы добиться лучшего результата и кто это придумал просто торговец бокалей одна лавка у него я в моем посте можно посмотреть как его звать как его звали и к английскому двору English breakfast был представлен исключительно только уже в конце правления Виктории при этом тоже ирония English breakfast был привезен из Шотландии потому что в Англии не было мастеров купажа все мастера купажа мы с тобой рассказывали об этом целый эфир у нас был они были шотландцами потому что они научились да они научились купажировать виски они научились купажировать чай и так сказать но они никогда но они бы в страшном сне не назвали бы в Шотландии чай английским завтраком понятно что так сказать они могли назвать отражание послушать за Англии охотили ну неважно это английский breakfast второй чай ну естественно дарджелинг я так сказать я всегда пью без Роллс Ройса ты не можешь ты всегда пьешь чай я всегда пью дарджелинг потому что ну из не китайских не японских чаев все равно дарджелинг мой любимый но я сейчас просто что я хотел тебе показать ты знаешь ты знаешь что нет это не мои новые чашки я так сказать все таки ну можно же на примерку взять я взял на примерку я взял на самом деле я взял на этот эфир и слава богу я не знаю цен этих вещей но догадываюсь потому что главное примерить главное чтобы подошли я не смог бы я не смог бы так вольно с ними обращаться значит я покажу сейчас эти самые вещи и немножко расскажу просто дам атрибуцию значит вот это из тех что вещей как скатерти подходят да это скатерти из фахана это не скатерть даже это полог вручную отрисованный это чайная тройка тоже в стиле имари тут очевидно совершенно вот эти японские мотивы и это копленд то есть ну мануфактура в мануфактура спот вот из которой я пью собственно да видно она тоже из копленда это вот все одна что называется апелляция и это середина девятнадцатого века 1851 год тут достаточно четкое клеймо все в общем понятно и тоже по компендиуму это все было определено удивительной красоты и еще мне нравится конечно что это полная тройка потому что есть десертное блюдце десертная тарелка и блюдце и так далее пожалуйста высоту блюдца такую как я люблю а ты знаешь все практически во всяком случае все то что произведено в девятнадцатом веке вот смотри вот это вот начало девятнадцатого века видишь она какая высокая да да помнишь это же переход от пиалок переход от подражания пиалок или вот например вот этот мой споут ты видишь какая она высокая очень они все очень удобные мне это дико нравится мне это дико нравится и вот по нарастающей значит дальше это royal crown derby это где-то девяностые года девятнадцатого века а такой уже на исходе стилей мари но прекрасный совершенно образец тоже тут естественно они атрибутированы по четким очень этим самым ты знаешь что англичане на самом деле это интересно тоже а до англичан не было штампа в качестве клейма всегда клейма были вручную нанесенные вот если мы смотрим старые образцы чашек там естественно что клейма они ну вот например вот здесь да это дерби тоже и вот как посмотреть да это дерби скажем это конец девятнадцатого века а это это середина девятнадцатого века и видишь клеймо вручную нанесено красными красками все это прорисовано д как дерби корона как крон дерби коронное предприятие и с и эйч это имена владельцев в тот момент стивенсон и хэнкок они значит были потому что тоже мануфактуры переходили постоянно из рук в руки да да конечно и ну вот это вот тоже ну благодаря этому и сохранились и мари мне конечно ну а романтики никакой ты не взял романтики для меня ну подожди ну подожди ну я же у меня есть какая-то логика которую я придумал и вот это уже последние мари скажем так это уже начало двадцатого века это графтен мануфактура уже видишь здесь совершенно очевидно это уже это уже переводные картинки как бы это то есть есть элементы которые прорисованы естественно да а есть элементы которые нанесены но мне вот страшно нравится вот эта вот форма этого блюдца да она тут крест вписанный в крест и это дико интересно конечно абсолютно на мой взгляд пару мужских да троек ну вот смотри как совершенно геометра это очень красиво ты понимаешь это Девенпорт это в Ставфордшире в Лонгпорте и это это времена Шерлока Холмса это ну это граница девятнадцатого двадцатого века и смотри какая геометрия смотри какая в ней тоже конечно есть в ней тоже есть вот это вот восточное есть солнце потому что солнце хризантема тут тоже конечно отсыл к Японии его не может не быть и соответственно вот мы смотрим клеймо вот оно выглядит Девенпорт всегда англичане тоже писали видишь вот это вот вручную написано это номер паттерна это номер как бы под которым ну артикул грубо говоря гост артикул под которым если Дулеву посмотреть там тоже всегда написано ну да Дулева еще сорт подписан сорт и так далее автор это такая прекрасная при том что видишь она еще играет золотом и тоже такая так сказать кобальтовая абсолютно тоже начало двадцатого века это Эйнсли мануфактура она видишь какая надя предупреждал геометричная она она конечно очень интересная все между собой друг с другом работают да и ты понимаешь вот все эти конечно кобальтовые вещи они выигрышные как обычно они обычно выигрышные и но здесь интересно конечно то что вот этот вот узор сам по себе мне страшно нравится и ты видишь он интересным образом он абсолютно повторяет нашленовскую звезду да в этот вот шести конечно солнце и хризантема я и в этом найду абсолютно а ты меня спрашивала про что-нибудь про что-нибудь более романтичное но я видела пост да и вот это мне страшно нравится это несмотря на вот смотри это блюдце и это чашка и ты конечно как любитель цветов тебе тут разбираться что за цветы что за что за цветы что за знак что за символ да и тут внутри видишь внутри розы или шиповник я уже не знаю что это и ты знаешь я провел эксперимент есть в Москве этот самый цветочный магазин Самсон а он не скрою он связан тоже с этим же ресурсом на котором я покупаю чашки с антиклен принадлежит одному и тому же хозяину и я попросил а вот скажите а вы можете мне повторить этот букет видишь я могу геннадий только белый к белому повторить ну послушай я вообще про цветы мало что понимаю но мне было интересно сделать этот эксперимент и я покажу тем кто не видел у меня пост я покажу то что получилось здесь он правда на слишком цветном фоне но мне кажется что это интересный эксперимент и во-первых качество цветов ладно эксперимент посмотри какие цветы да эти постинки роскошные и астра если я не ошибаюсь это вообще очень я не врача они никогда не делают один цвет и избегают одного сорта цветов чтобы не послать месседж да я как раз всегда любил монобукеты и так сказать это для меня вообще такое вполне себе эксперимент да ну вот в общем да ну значит покажем жемчужину жемчужину нашей коллекции но не коллекции да значит эта чашка еще это глубокий геннадий тиара уже а не жемчужина одна кобальт золото и это конечно удивительно гармоничная пара при том что ты знаешь я как-то я скажу какой вьюнок прекрасно изображен на чашке да так вот мне так вьюнок нравится геннадий я понимаю что тебе нравится вьюнок а смотри это практически сервиз ну это и есть сервиз это вот я помнишь говорил о том что англичане выпускали тройки именно такие кофейная чашка более высокая более низкая но более объемная чайная чашка и блюц смотри но это это конечно но блюц я у тебя украду геннадий ну мне его надо будет к сожалению отдать и так сказать это точно не мой конечно выбор потому что это такое скажем все таки дамский фарфор но он потрясающий совершенно но главное то что то что сохранились не только эта тройка причем она в идеальном состоянии ты видишь что да да я все каждый предмет который ты показываешь но посмотри антиквара со стажем это абсолютно смотри здесь же есть еще и чайник и это 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 мануфактура грейнджер мануфактура томаса грейнджера это интересный вообще персонаж был он в значит это все в в устре происходит в устр один из таких из двух дерби и в устр это два главных центра английской английского фарфора да хотя фарфор начался в брестоле но главный конечно вот этот самый ближе к морю да так вот этот томас грейнджер он родился в восьмидесятых годах восемнадцатого века идет лет в пятнадцать идет в обучение на главную тогдашнюю мануфактуру Роберта Чамберлена в устре и уже в восемнадцать лет открывает собственную мастерскую потому что он оказался талантливым талантливым художником он открывает мастерскую и они с товарищем оба по там по семнадцать восемнадцать лет в этом же самом в устре открывает представьте себе свою мастерскую покупают просто белый фарфор готовый из разных городов и расписывают его и они собственно говоря до ну там лет пять занимаются только этим потом открывают собственный магазин уже в устре на главной дороговой улице понимаешь потом они начинают делать собственный фарфор через шесть лет после того как начали и они они работают в основном ну здорово в стиле мари и они создают такой стиль как бы к тому времени георгианство уже заканчивается рококо уступает классицизму они создают они поддерживают историю с для меня это просто вустер это вустерский стиль для меня просто вустер узнаваемый в павловском дворце в эрмитаже это еще через пяру лет у них случается пожар ну понятно что пожар мог быть естественными причинами вызван потому что все таки обжигали фарфор но мне кажется что конкуренты конкуренты там это часто случалось и ты знаешь очень короткий комментарий извини пошла я выбрасывать свою посуду вот и они переходят в такой стиль вот неорококо который в эпоху регенства не был они сделали вновь популярным вот этот рококо понимаешь стройка и это абсолютно музейного качества без единого изъяна совершенно фантастический фарфор я же тебе говорю что я очень часто хожу в провинциальных музеях оказываюсь в зале здесь фарфор и вот разложенные предметы это является достоянием города достоянием министерства культуры это действительно у тебя руках удивительно это конечно позолото но невозможно ну естественно что потом мануфактура Грэнджера она не могла долго оставаться независимой она все равно потом после смерти Томаса и после смерти его сына который тоже рано умер сам Томас прожил довольно долго а вот сын умер довольно рано и потом уже наследники продали все это ролл бустеру и собственно говоря так это наследие растворилось но и это это вообще то есть это начало это начало девятнадцатого века с неповрежденным понимаешь золотом то есть видимо этим никогда не пользовались и но это я уже конечно не потяну ну и это слайд не мой не мой стиль да я не буду тебя настолько разочаровывать я все-таки остановлюсь на имаре буду сконцентрироваться на имаре но кобальт нет а цветы вдруг я в гости приду я по крайней мере покажу давай процветить давай процветить давай процветить давай процветить я не решусь ничего я даже не решусь за стол геннадий послушай у нас эфир с тобой заканчивается буквально через тридцать секунд да геннадий благодарю абсолютно английская история про сливки никаких сливок не хочется хочется просто сидеть без чая любоваться фарфором и начать наверное с фарфора а уже чай как нам сказала прекрасная что нужно искать свое шампанское вы просто пробуйте так и чай настраивайте свой организм на хороший чай а в это время подбирайте хороший фарфор правильно ну да рецепт прост и соответственно вот эти вещи которые я показал к сожалению я должен буду вернуть в антикленд и можете справляться там у них довольно интересный сайт на котором много информации вообще говоря а а а